Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Точнее, не настолько стандартная игра, чтобы играть в неё, точнее, за компьютером, а это игра, которая позволяет иметь возможность, что я заикаюсь, запинаюсь, волнуюсь, наверное, волнуюсь. Просто первый раз на вебочке за последний месяц. Короче, Hearthstone — это игра, в которой можно играть на iPad, на планшете, на телефоне, сидя в транспорте, в автобусе, в метро, в туалете, где угодно. Вот, и Артур решил меня пригласить на турнир по Hearthstone в качестве того, чтобы, ну, где-то потусить, куда-то сходить. Я ни разу не был на турнире по Hearthstone и подумал, почему бы и нет. Вот, и мы туда отправились. Сейчас покажу несколько фоток с этого мероприятия, с этого антикафе, в котором это всё проходило. Вот. И... Ну, мне, в принципе, понравилось. Мы там в Mafia поиграли довольно неплохо, было круто. Причём я был один раз в Mafia, и мы втащили. Да, fuck yeah. Вот. Конечно, дико смотреть на то, как человек, допустим, лежит на полу, вот так вот, там, в телефончике, в iPad'ике, и играет, допустим, в полуфинале турнира, вообще в шумной комнате, где куча народу. Но это турнир по Hearthstone, такая вот своеобразная тема. Чат я пока не читаю, можете даже не пытаться в него что-то писать, я в него вообще не смотрю. Вот. Короче, турнир прошёл успешно. Покажу несколько фотографий из другого турнира, с этого же антикафе, потому что фотки с того турнира, где был я, почему-то я найти не смог. Хотя я их после турнира видел, не знаю, куда они делись. Может, альбом удалили, может быть, что-то такое. Место довольно прикольное, в нём весьма интересно, и можно здорово иметь, классную возможность иметь, чтобы комментировать турниры с проектором на стене. Там много очень фоток самых-самых разных. Много пространства, есть такие отдельные мини-комнатки, ну, без дверей. Вот. И советую всем в такие места ходить, потому что это прикольно. То есть вот может быть включена плазма, может висеть проектор, и куча-куча народу сидит, смотрит турнир по Hearthstone. Конечно, это не StarCraft, не Quake, не Counter-Strike, это не мировые турниры там какой-то крутой серии. Это просто турниры по Hearthstone для пацанов, у которых есть мобильники и айпады. Вот. Чувак на мишаню похож сбоку. Вообще люто похож. Причем так сложилось, кстати, интересно, что турнир проходил в сентябре. Кстати, напомню, что первую неделю сентября я болел, как и последнюю неделю августа, не в самое удобное время заболел. Но, тем не менее, выздоровел. Чувствую себя хорошо. Вот. И когда, собственно, выздоровел, съездили мы на этот турнир. Я даже думаю, что съезжу как-нибудь на еще какое-нибудь похожее такое мероприятие. Может быть, там по Mortal Kombat в Москве часто всякие турниры проводятся. Особенно в этих антикафе. Вообще там антикафе в Москве довольно много. Даже, может быть, обычные киберспортсмены и прогеймеры, геймеры не ходят в них. Но вот такие задроты, частые посетители таких заведений. Причем 11 октября, в день моей днюхи, через буквально несколько дней, в воскресенье, пройдет еще один турнир в этом же самом месте. Только сегодня об этом узнал, когда полезно в ВКонтакте в группу официальную искать фотки с этого турнира. Ну, вот, короче, вот так вот это все устроено. Мафия, настольные игры, мини-футбол, компы, ноутбуки, Wi-Fi. Ну, все, что нужно. Все, что надо, все есть. Так, дальше. Мы начали устраивать игры с премиум подписчиками. Что это значит? То есть, весь вообще такая, ну, как бы, как бы это даже назвать. У всех, ну, крутых стримеров, там, которые стримят в основном на Twitch, у которых подписка стоит 5 баксов, у них периодически происходят стримы чисто для подписонов. Вот. Я решил сделать что-то нечто подобное, потому что я давно такого не устраивал, точнее, вообще ни разу не устраивал. И решил как-то разнообразить жизнь пацанов зеленого цвета в чате. Да, привет, пацаны, зеленого цвета в чате. Короче, суть этого заключалась в том, что любой премиум подписчик, который подписывается на стрим в день этой акции, в день этого стрима, или, допустим, за день, или на день после, вот, да, пацаны, спамят смайликами, привет, могли заказать, допустим, любую идею. Они могли заставить меня сыграть в кастомку, они могли заставить меня сыграть в 1 на 1, в 2 на 2, попросить разобрать реплей, сыграть, допустим, в режиме, там, 1 против 2, 1 против 3, там, вообще, выполнить любую ачивку в какой-нибудь кастомке компании и так далее. То есть, выбрать расу, в которой я буду играть, карту, то есть, полная свобода действий. Абсолютно любое желание для премиум подписчиков было выполнено. И мне такая рубрика, кстати, довольно-таки понравилась, это еще и прибыльно. Я думаю, что в октябре месяце мы будем устраивать их довольно часто, может быть, даже, если будет находиться время, может быть, даже 2 раза в неделю посмотрим. Вот. Так, сейчас музыку организую, а тут что-то у меня песня пропала. Где, где песня, где моя песня? Да, где песня. А, во, все, нашел. Все, захват нормальный. Все, так прошли игры с подписчиками. Записи, по-моему, да, есть у меня на YouTube-канале, и я буду их стараться регулярно выкладывать. Дальше. А у нас была встреча с очень классными ребятами, тоже с подписчиками, в Москве. Мы ходили в боулинг, я тут давно уже не ходил в боулинг. Вот, ну... Не постеснялся бросать, как бы, свой скил владения боулингом, в который я никогда не хожу. На... Собственно, на камеру. Вот так вот. И, собственно, фотки с этого же мероприятия можно найти в группе ВК. Где-то вот здесь они должны быть. Где-то, 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 где-то здесь. А, вот они. Ну, такая маленькая нарезка фотографий. В принципе, вы это, наверное, посмотрите сами, если захотите. Хотя здесь ничего такого особенного нету. Пара корявых фоток в движении с очень клёвыми ребятами. В общем-то, в ВК какие-то фотографии прям маленькие. Не знаю, их там даже взглядеть практически невозможно. Вот как-то вот так вот это выглядело. Прикольный боулинг. Мне понравилось. Боулинг это вообще круто. В принципе. В силу того, что я стримил очень-очень много за вообще сентябрь месяц, я дикое количество времени посвятил стримам. Причём старался делать... Не просто стримить, допустим, ладер, как раньше. Я старался придумывать какие-то на каждый день разные там идеи. Или как-то их чередовать, короче. Ну, в общем, что-то пытался делать. Это за собой повлекло наличие меня в рейтинге стримеров на Гудгейме. Тут, правда, хреново видно. Но, в принципе, если прилететься, вот так вот прищуриться, то можно увидеть, что я занимаю сейчас второе место в этом рейтинге. Прикольно. Мне было вообще странно себя увидеть в этой цифре. Потому что я очень долгое время занимал четвёртое, там пятое, шестое, седьмое место. И до топ-2 ни разу не поднимался. Спасибо вам, что смотрели, что поддерживали стрим, подписывались и заходили в чатик. Да-да, в чатик. В живой чатик. В самый настоящий. Потому что этот рейтинг формируется из продолжительности стрима. И из среднего количества зрителей. Ну, оно там перемножается и получаются цифры, короче. Типа объективный показатель скилла. Вот. Ребят, я чат не читаю. Можете не писать мне вопросы. Я занимаюсь сейчас рубрикой. Вот. Короче, спасибо вам. Дальше. А, кстати, в силу того, что мы получили такой высокий рейтинг, в силу того, что было много зрителей и очень много стримов. Причём, серьёзно, я в первую неделю сентября заметил и ощутил на статистике такой спад небольшой по зрителям. По вам, да-да-да. Именно по вам. Всё из-за вас. Я уже думал вообще ливать со стрима или уходить в другую игру. Но потом мы подождали буквально недельку, все пошли в универ, пошли в школу и начали нормально смотреть стримы. На стримах прибавилось зрителей, это очень приятно. Не знаю из-за чего, наверное. Наверное, даже не моя заслуга. Вот. И был установлен рекорд, абсолютный рекорд доната за последние три года. Максимальный рекорд в месяц доната. Рекорд по премиум подпискам. И что-то ещё, по-моему. А, кстати, премиум подписок за месяц вышло аж 240. Обычно было где-то 100, там 150. А в этом месяце было аж 240. Ну, спасибо вам. Не забывайте продлять, конечно же, если вам не жалко, если вы поддерживаете наш мой контент. Ну и наш тоже отчасти, потому что в последнее время довольно много людей мне в этом помогают. Отдельное спасибо Сквону, конечно же. Ещё раз. Вот. И всем тем, кто Семёну. И всем-всем-всем, кого я сейчас, наверное, вспоминать не буду, но как-нибудь отдельно благодарность какую-нибудь сделаю для этих ребят, которые сейчас помогают с трансляциями. Вот. В группе ВКонтакте, кстати, да, вот с помощью замечательного человека Семёна сменилась аватарочка. Она теперь стала более модной, мажорной. Мы даже думаем, что её оптимизируем. Скоро и вот здесь появятся какие-то баннеры и логотип на Ютубе поменяется. Короче, будет хорошо. Я надеюсь. Вот. Дальше. Ну, все вы знаете моего ученика, моего друга, любимого самого классного Артур Зерга, с которым я постоянно стримлю в 2 на 2, который вечно крабит. Привет, Артур. Он начал стримить. И если вам не сложно, допустим, в те моменты, когда я не стримлю, если вдруг такое произойдет, если я не буду стримить, я, конечно же, советую вам прийти к нему на трансляцию, поддержать его, чтобы он поднялся с колен со дна, чтобы его еще могли другие зрители увидеть. Потому что рейтинг стримеров на Гудгейме, допустим, формируется из-за количества людей в чате. И чем больше людей в чате, тем длиннее у Артура. Вот. Ну, собственно, в идеале, конечно, у него была всегда цель и мечта, когда он еще даже не начинал стримить, когда смотрел все время мои стримы, попасть в топ-70, топ-80 и получить премиум на свой канал, чтобы была кнопка выбора качества. Короче, в общем, рекомендую своего друга. С удовольствием. Ссылку, плиз. На экране ссылка написана, дружище, вон там сверху, вон, видишь, вон сверху, там, где браузер. Накрутка попахивает. Ну, извините, кто как вертится, но он же мне задонатил. Далее. Я начал на Ютубе очень, наверное, правильным образом разделять все записи в отдельные воды. То есть, если раньше я выкладывал просто одну запись с турниром, который шел по Старкрафту в течение, там, 9-10 часов, как вы уже привыкли, наверное, хотя вряд ли, я начал их разделять по одной. То есть, допустим, первая запись, матч одной из стадий четвертьфинала, второй матч, третий, четвертый, групповая стадия, группа А, Б, С, Д, допустим. Полуфиналы, финалы. То есть, все игры я стал выкладывать по отдельности. Мне, ну, стали просто советовать и говорили, что у тебя мало просмотров на Ютубе, потому что у тебя длинные воды, их очень сложно смотреть. И если кому-то вот такой формат, скажем так, был удобен, приятен, то, в принципе, вы можете, там, не знаю, в чате, допустим, плюсик поставить, как бы так, для разнообразия, если вам стало действительно удобнее смотреть воды. На это приходится, правда, больше времени тратить, потому что приходится каждую запись отдельно вырезать, заливать, переименовывать, засовывать в плейлист, выкладывать на гудгейм. Короче, просто столько геморроя. Ну, времени на это тратить, конечно, жутко не хочется, но, по крайней мере, все это очень аккуратненько выглядит. И я очень люблю, когда вот все вот по полочкам, все ровненько, все аккуратненько, все, можно всегда все найти, потому что, бывает, зайдешь к какому-нибудь стримеру, там, на Ютуб-канал или ВКонтакте, Господи, там ни хера не найдешь просто ни записей, ни вводов, ни анонсов. Для чего вообще люди стримят, непонятно. Короче, люблю, когда все есть, когда все везде можно найти. Раньше было лучше 1.1.1. Угу, забаньте его. Зеленого. Ну, теперь перейдем, наверное, к тому, что стоит, наверное, глянуть на этом самом Ютубе для тех, кто пропустил что-то интересное в сентябре. Начну, наверное, с портала второго. Я начал проходить дополнение Portal 2. Mel Stories. Неплохое дополнение, но, кстати, оригинал мне понравился больше. Не знаю, может, потому что я раньше в него играл. Может, потому что уже идея себя, как бы, изжила, скажем так. Как тебе удается транслировать и сразу же записывать вводы? Ты не поверишь. Есть кнопка записи. Нажимаешь ее, и твой стрим записывается. Нажимаешь кнопку, и у тебя запись заливается на Ютуб. Все гениально просто. Вот. Начал проходить Портал 2. Mel. В принципе, дополнение неплохое. Если любите вселенную Портал, можете попробовать его пройти. Это дополнение вышло, по-моему, полгода назад. Напомню, что сейчас 2015 год. Вот. И перейдем к самому интересному. Это турниры по второму Старкрафту. То, на чем я квалифицируюсь в последние пять лет. Пять. Кстати, блин, я только сейчас понял. В октябре месяце, как раз вот сейчас, в эти самые дни, когда вот идет наша текущая современная жизнь, произошло сразу три события. Первое. Я начал стримить ровно пять лет назад. Пять лет назад. В октябре месяце я купил себе комп и сказал, я хочу стримить. И начал стримить. Вот. Более подробную жизнь и историю моей жизни можно найти на ютубе под записью «Один день жизни стримера Зерга». Пятичасовая запись с описанием моей жизни за последнюю... В течение пяти часов я рассказывал обо всей своей жизни. А стримерской, половой, не только. Вот. Дальше. В один из стримов... Наверное, это нужно отдельный плейлист открыть. Да, наверное, отдельный плейлист сейчас открою. Для тех, кто не в курсе, у меня на ютуб-канале все рассортировано по плейлистам. Все аккуратненько, все можно всегда поискать. Есть плейлист под названием «Запись Зерга ТВ». И я как-то качал аккаунт кому-то. По-моему, это был Винт. Да, это был Винт. Сидел спокойно, играл там в золоте, в платье, не проходил отборочные матчи. Привет, Мишаня. И попался с ГМЛ-чуваком просто. Сидел такой просто «ГМЛ-чувак, все, меня сейчас вынесут». А я сидел, фанялся, фигней занимался. В общем, эта игра... ГМЛ-ом должна быть где-то... Блин, что, серьезно, что-то? Ну, короче, в любом случае, если вы что-то не можете найти, есть поиск. И, допустим, вот так, «Зерг против ГМЛ». Вот, пожалуйста, первая ссылка. Почему она не добавлена в группу? Я хз. А, ладер «Зерг против ГМЛ». По-моему, она была в этом плейлисте. Ну, в общем, найдете, я уже показал. Даже не буду говорить, кто выиграл. Теперь по турнирам. Турнир — это самое интересное как раз в Старкрафте втором. Профессиональные турниры с самыми сильными игроками планеты. По порядку, наверное, перейдем. Точнее, начнем. Закончился турнир под серией ВЦС третьего сезона 2015 года. Это очень крутой ивент. Безумно крутой, который вошел в историю второго Старкрафта. Во-первых, как последний ВЦС по Ходсу. Последний третий сезон ВЦС по Ходсу перед Близконом. И на нем были одни из самых эпичных матчей последних лет. И на нем произошло событие, которое не происходило на ВЦСе, по-моему, год. И произошло еще одно событие, которое не происходило за последние три года вообще в Старкрафте. Ни разу. И это произошло именно на ВЦСе. Если вы посмотрите вот эту запись, Лиобол против Гидра, Мана против Патреллоса вы посмотрите. Сейчас попробую вспомнить. Мана против Патреллоса. Здесь разделена запись на две части. Да, советую посмотреть. Замстарг, кунг-фу-банда. В принципе, тоже был неплохой матч. Ну, такой средненький. Групповая стадия, если кого-то вдруг. У кого-то будет желание ее посмотреть. Лиобол против Замстара. Обязательно вам нужно глянуть. Мана против Фуджи-Джи. Это был просто шедевральный матч. Настоятельно рекомендую всем посмотреть. Это он. Он был очень крутой. Это было просто бесподобно. Это не описать эмоций. Хотя вы, когда посмотрите записи, вы поймете все эти эмоции, которые я испытал. И, кстати, как раз за время этого турнира я выиграл 300 баксов. 300 баксов. 300 баксов на ставках на этот турнир. Я не проиграл ни одной ставки подряд. Я выиграл все шесть. Весь плей-офф, который проходил, я все шесть ставок выиграл. Я выиграл 300 долларов. Да. Я мужик. Вот. ВЦС, короче, вы пересматриваете и наслаждаетесь процессом. Это очень клево. Я перезалил вводы Home Story Cup 11, которые почему-то были удалены с Ютуба за какие-то права авторские. Я вообще не понял, что за херня. И в одной четвертой стадии финала 11-го Home Story Cup, как, собственно, и два полуфинала. Ну, те, кто уже смотрели этот турнир, посмотрите. Там были божественные игры. Я, короче, запись перезалил. Теперь она доступна. После ВЦСа еще в этом месяце прошло четыре других турнира. Это GSL, корейская StarCraft 2 лига. SSL, StarLiga в формате 1 на 1. Турнир Gfinity. И DreamHack. Ну, давайте, наверное, обо всем по порядку. Вот записи есть GSL. Два матча, 1-4 стадии финала. Если не ошибаюсь, то на GoodGame есть запись. Вот, суперфинал StarLiga. Hero против Biala. Очень классный финал. Там такая игра была на карте. Ванийская станция. Вы себе не представляете. Просто посмотрите. Вот она обязательно. У меня подстрим на GG. Если что, здесь есть кнопка видео. Посмотреть все. И вы там обязательно ее найдете. Просто на YouTube нельзя заливать воды корейских лик. Они либо без звука, либо просто их блокируют автоматом. За нарушение авторских прав. Ну, потому что в Корее все в этом плане очень серьезно. В общем, воды как стримы, собственно, на Twitch нельзя проводить. По GSL, по SSL и так далее. И WCS тоже на Twitch стримить нельзя. Так, собственно, и... Что я мысль потерял? А! И GSL нельзя выкладывать на YouTube. Ну, в любом случае, начиная со следующего сезона, с Legacy of the Void, я буду стараться выкладывать их на GG. Именно корейские турниры. Серии GSL. Вот. Также, кстати, проходил турнир Red Bull Washington по Архонт-моду. Четырехчасовая запись, которую вы можете посмотреть. Посмотреть, из чего сейчас стоит Legacy of the Void. Как вообще надо играть в Архонт-мод. Кто там сейчас имба, кто не имба. Вот ваша запись. Прошел турнир Dreamhack. Просто великолепнейший. Ничуть не хуже WCS, про который я рассказывал раньше. Турнир был очень классный. Игры были шедевральные. Если вы посмотрите матч Рейна против Хиона, СС против Кьюриуса, Снут Совар, не смотрите. Ничего интересного. Линок Реалити обычный, это ВЗ. Полуфинал СС Совар, это было просто омайгадабл Герман Данила Стас. Хион против Реалити вполне обычный матч. И грандфинал Хион против Совара. За ВЗ. Но последние все матчи, которые вы видите в формате ПВЗ с СС, они просто богоподобные. Посмотрите их обязательно. СС творит то, что не творит ни один прогеймер вообще в мире. Он просто офигенен. Вот, Сос классный. Так, что дальше? Dreamhack. Турнир Gfinity. Тоже очень прикольный турнир. Правда, игры там были менее пафосные. Но, тем не менее, одна игра была довольно зачетной и, скажем так, решающей. Лилбол, который вошел в историю, проиграл на этом турнире Кину, довольно-таки среднему корейцу, который практически вообще практически ни на каких турнирах не участвует. Но, тем не менее, Лилбол ему очень обидным образом отдался. Ошибся в одной игре. И вот как закончилась эта игра, вы тоже можете посмотреть. Групповая стадия того же турнира, по-моему... А, там не было групповой стадии. А, нет. Нет, я не записывал и не стримил групповую стадию, только серию Playoff. Вот, это записи уже с сентября месяца. Так, ну, ГГ, что у нас там? Записи DreamHack'а тоже отдельно заливаются вот сюда. Записи SSL'а, например, GreenWins и так далее. Так, про ВЦС рассказал, про HomeStory рассказал, про DreamHack. Обязательно посмотрите вводы ВЦС и DreamHack'а, пообещайте мне. Посмотрите мои честные глаза. Посмотрите их. Они офигенные. Они просто богоподобные. Все те игры, которые я сказал. Там были реально шикарные ПВТ, ПВЗ и так далее. Вот. Ну, любители завозай всегда тоже найдут для себя, чтобы посмотреть. Что еще? Что еще осталось? В принципе, многое уже произошло в октябре, так как сейчас уже октябрь. И это в целом самое основное, что было за сентябрь месяц на моих стримах. Вот, я вечно ленюсь, а на самом деле взять, вот, часик-два времени уделить, и уже можно что-то записать. Прикольное. Для подписчиков. Вот, так что будем больше играть с премиум-подписчиками, будем играть со зрителями. В октябре будет очень много стримов. Очень. Очень. Так что рекомендую подписываться на трансляции и не пропускать анонсы. Я еще раз напомню, что в группе ВКонтакте ZergTV можно найти записи, можно зайти анонсы о том, что будет какой-то стрим в такое-то, в такое-то время, посмотреть всякие обзоры, новости. Те же самые ссылки, которые, кстати, вот сейчас вы видите про топ-2 и так далее. Новости по разным самым тематикам. И если будете хотя бы раз в день, хотя бы на одну минуту заходить в группу, вы никогда ничего не пропустите. Ну, я, наверное, специально для рубрики прощаюсь с подписчиком на ютубе. А, кстати, я начал стримить на ютуб. Все, я пошел. Ну, кстати, сервис ютуба пока не особо оформлен для стриминга, но тем не менее, если вдруг у вас там большие проблемы с гудгеймом, хотя есть кнопка выбора качества, если вам... Не знаю, если вас не устраивает твич, ну, как альтернатива, вы можете смотреть стрим еще и на ютубе. Правда, качество там плохое, и... Потому что с гудгейма, с премиума, платное качество, самое высокое, оно не переходит ни на твич, ни на ютуб. И вы можете смотреть только 720p. Ну, довольно посредственный графон, как правило. Вот, так что стримы идут на ГГ в любом случае каждый день. Там максимальное общение в чате, как раз именно вот здесь это сейчас происходит. Пацаны между собой общаются, и, кстати, не только пацаны, там есть и девочки. Какие там девочки? Вы себе не представляете. А вообще, да, я, конечно же, реквестую в очередной раз смотреть стримы именно на ГГ, потому что там максимальное количество зрителей, там есть подписочки, анимированные смайлики, ну, и еще 25 пунктов, которые мне просто лень перечислять, если честно. Спасибо всем за внимание, с вами был ЗеркТВ. Там ставьте лайк, комментарии, подписывайтесь, оставляйте ваши пожелания, и до новых встреч на стримах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok